Аварийное жилье, дорожная безопасность, муниципальный транспорт – эти и многие другие темы были в повестке работы правительства края на этой неделе. Приобретение необходимого количества подвижного состава – это 118 автобусов для нужд 23 муниципальных образований. Причем перечень муниципальных образований мы формировали вместе с Минфином по принципу максимальной готовности органов местного самоуправления принятия и использовать автобусы по назначению. На приобретение автобусов еще в апреле было выделено 300 миллионов рублей. Кстати, о необходимости решения проблемы межмуниципальных и муниципальных перевозок на отчете губернатора ВКЗС говорила «Единая Россия». Критериями отбора стали наличие маршрутной сети, предприятий транспортной отрасли и количество пассажиров. Однако на данный момент 33 муниципалитета все еще нуждаются в автобусах. На их нужды решено потратить дополнительные 200 миллионов. Я хотел бы на этой неделе, чтобы мы это решение приняли и уже довели информацию до муниципалитетов. Кому, как, сколько. И они занялись бы уже вопросами приобретения техники. Решение о выделении средств на автобусы губернатор Виктор Томенко уже подписал. Однако транспортный вопрос – это не только техника, но еще и дорожная безопасность. За первую половину года показатель смертности при ДТП вырос на 40%. В прошлом месяце на дорогах края погиб 31 человек. Проблема подробно обсуждалась в правительстве региона. Принято решение о реализации необходимых мер по увеличению безопасности. Основные направления дальнейшей работы на снижение смертности на дорогах – это, конечно, предотвращение встречных столкновений путем расширения проезжей части, разделения потоков. Дорогостоящие мероприятия, по нему мы идем. Хотелось бы, конечно, быстрее, но пока в плановом режиме. Среди других мер – профилактика детской безопасности, использование беспилотников для отслеживания нарушителей на трассах, внедрение дополнительных рубежей контроля и увеличение количества социальной рекламы. Помимо транспортной, в правительстве обсудили и жилищную сферу. До 2025 года в Алтайском крае необходимо расселить более 104 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным, до 1 января 2017 года. Переселив при этом 5810 человек. Это 267 многоквартирных домов. При этом работа ведется с опережением графика. По словам главы Минстроя, расселить всех нуждающихся получится уже в 2023 году. Это позволит приступить к работе над домами, признанными аварийными, после 1 января 2017. Территорию, где располагались уже снесенные строения, планируется использовать для строительства общественных пространств. Надо посмотреть, может быть, там уже назрела потребность строить социальные объекты. Их же можно строить. Безусловно. Может, что-то такое рекреационное, плоскостное для людей, которые в этом, скажем, районе живут. В целом же за почти 10 лет в крае расселили 804 многоквартирных дома. Более 17 тысяч человек получили новое жилье. А до 2025 года бюджет фонда пополнится еще на 4 миллиарда рублей, которые также пойдут на обеспечение нуждающихся жителей региона квартирами. Артем Гусельников. День с толком. Артем Гусельников.